Бьются топы красавиц каких-то, в общем, но я абсолютно убежден, что сделать человека счастливым может только любовь. Видеть человека хорошим может только любовь. Наслаждаться жизнью в любом статусе может только любовь. Часто мы слышим поздравления тоже, удачи, фарта, там, вот, но я люблю синодальные издания вообще, но я люблю и современное изучать, но, в общем, учу отрывки, например, если я из Библии, то все в синодальном. Ну, как-то оно с него повелось, в общем, славным учу в синодальном. Вот, но вчера специально еще современный установил перевод в телефон, дом забьет, и все удачи, удачи, корни, фортуна, фортуна, везение, везет. Вот представьте, ничего нет, Библия не считает нужным об этом говорить вообще. В современном есть слово «неудача». То есть, и то там, в синодальном это как, там, они потерпели крушение веры, а в современном написано, в общем, потерпели неудачу веры. И еще есть одно имя, фортуна, это, там, в одном из посланий, там, передавая привет, знаете, как Павел, там, любил привет и передавать. Вот, там есть один брат наш, которого звали фортуна, ну, это греческие все слова, и они, как бы, в именах тоже отражаются. В общем, я так взял, таки, вот подумал о характеристиках, вот, удачи, фортуны, везения, любви. Вот взять, ну, четырех девушек, если, ну, давайте мужчину на чай возьмем, и каждому вот дать характеристики вот этого. То есть, мужчина любви, понятно, да, надежно, все, все остальные, просто какие-то ветреные, ну, призрачные, и, считай, как, летающие, и вообще непонятно. То есть, ты, как бы, таки, вообще, страшно иметь дело. Но если взять девушек четырех, любовь и вот эти все фортуны, и удачи, в общем, первая вот эта любовь, она, понятно, да, остальные три, это низкая социальная крестность тоже получается. Ну, это как, ну, характеристики, да, то есть, если как, вы знаете, то есть, они всегда будут тебя куда-то манить, ввязываться в различные авантюры, в общем, вот такое вот, жизнь пирата, короче, тебе ждет. Вот, сейчас популярен, знаете, инстаграм. Поднимите руку, у кого нет инстаграма. Вот, ну, это у нас достаточно много. Я, в общем, то удаляю его, то устанавливаю. Почему? Когда мне надо кого-то на ИКИ, пропащего, там, на телефон не отвечаю. Я его устанавливаю, в стаграм. Вот опять в субботу устанавливаю, ну, там у меня один пропал, я думаю, придется устанавливать, написать ему, там, на этой странице, куда пропал, там, туда-сюда. В общем, и там сразу у тебя поток различных предложений, да, появляется. Всякие там тренинги предлагают тебе личностного роста, уверенности, развития реализма, способности, памяти, позитивного мышления всяких языков, визуализации, лидерских качеств, организованности. Ну, в общем, можно долго перечислять, да, все тебя там, тебе, как бы, предлагают нарезать. Но давайте мы посмотрим писание, это у нас очень известный отрывок, достаточно, 1 Коринфянам, 13 глава, с первого стиха. Давай, давай. Никакой пользы. И можно продолжить, да, если я пройду все тренинги и научусь, там, личностному росту, уверенности, разовью харизму, там, способности, память, позитивное мышление, языки, визуализацию, лидерские качества, организованность. Ну, опять же, о любви не имею. То как можно закончить этот ничто, да, еще как нужно закончить? Бесполезно. Бесполезно, да, то есть это, как бы, может, это нужно, да, в жизни, но это вообще не так важно. Вот. И без любви, да, мы ничем от животных не отличаемся. И я вот пришел, когда в церковь, я читал Библию уже. Каялся там в своем сердце, бросил кури, что-то там материться. Ну, пытался как-то менять свое сердце. Ездил в разные церкви, там, даже в другом городе искал, как общение духовного. Ну, потому что понимал, что на самом деле мне очень глубоко и далеко на всех людей, кроме меня. Мне от этого, знаете, осознание было очень сложно. Я думаю, ну, такая эгористичная, наглая натура. И я...